В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Сегодня президент Ильхам Алиев ознакомился с проходящими в Баку экспоцентре 4-й азербайджанской международной выставкой АДЭКС и 13-й международной выставкой внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника Securix Caspian. Расширенный портаж об этом вы можете посмотреть в следующем выпуске АСТВ Хабар. После брюссельской встречи Армения, как всегда, снова прибегает к провокации. Незаконный визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Ханке-Анде 2-го сентября, а потом еще интенсивный обстрел подразделениями вооруженных сил Армении позиций нашей армии из различных видов стрелкового оружия, еще раз доказывает, что реваншистские силы до сих пор не намерены отказываться от своих гнусных планов. Визит президента Ильхама Алиева в Брюссель. Встреча с президентом Совета Европейского Союза Шарлием Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и итоги трехсторонней встречи можно считать очередным дипломатическим успехом Азербайджана. Заявление президента Совета Европейского Союза Шарлием Мишелем 31 августа по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе еще раз свидетельствует о том, что новые реалии, возникшие после победы Азербайджана в Отечественной войне, были приняты мировым сообществом. Однако неконструктивные выступления и заявления армянских властей после возвращения в Ереван показали, что руководство этой страны все еще намерено продолжать деятельность, направленную на срыв мирного процесса. Все это указывает на то, что военно-политическое руководство Армении все еще не может демонстрировать политическую волю. Армения продолжает выступать с агрессивной риторикой, продолжает обманывать свое общество. С одной стороны, они заявляют о готовности подписать мирное соглашение, с другой, они пытаются угодить тем, кто не желает мира. Армения, которая всегда занимала неконструктивную позицию, не может понять, что эта четвертая по счету встреча, состоявшаяся в Брюсселе, имеет исключительно важное значение для стабильности, безопасности и развития на Южном Кавказе. Затягивая процесс подписания мирного соглашения, Армения рискует вновь остаться в стороне от крупных региональных проектов, что, в свою очередь, усугубит и без того тяжелую внутриполитическую ситуацию в стране. Единственный верный выход для Еревана – прекращение провокаций и подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Власти Азербайджана повышают свои возможности влияния. Это реальность. Причина этого, на мой взгляд, заключается в том, что проживающие в Карабахе армяне отчетливо видят, что власти Армении не способны решить их проблемы. Ни безопасности, ни экономические, ни финансовые, ни другие. Не способны решить никакие проблемы. Напротив, они увидели, что власть Азербайджана относится к ним как к своим гражданам. Я говорил об этом, это не новость. Армяне, проживающие в Карабахе – наши граждане. Чем раньше они поймут это, и данный процесс уже начинается, тем лучше будет для всех нас. Еще один важный результат встречи связан с делимитацией и демаркацией границ. На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся делимитации границ, а также согласовано проведение следующего заседания пограничной комиссии в Брюсселе в ноябре. Эти переговоры показали, что Армению принуждают к миру. Вполне вероятно, что на следующей встрече будет проведена работа над текстом мирного договора. Однако в Армении есть силы, которые хотят, чтобы этот процесс затягивался. Есть силы, которые занимаются саботажем. Да, сегодня реваншистские силы, которые выступают против подписания мира с Азербайджаном, как в свое время это делал премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя на весь мир о том, что Карабах – это Армения, должны понять, что будущее их страны зависит от подписания всеобъемлющего мирного договора. В противном случае, если железный кулак снова поднимется, то его уже никто не остановит. Ровшан Ильясов, Сера Чазадоглу, Новости АС-ТВ. После победы Азербайджана в Карабахе и на Южном Кавказе появилась важная возможность для устойчивого мира и стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Милучаву Шоулу на совместной пресс-конференции после встречи с французским коллегой. Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость поддержки переговорного процесса между Турцией и Арменией и между Азербайджаном и Арменией. Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзаняном вопрос о регулировании отношений между Ереваном и Баку. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Подтверждена приверженность всеобъемлющему выполнению договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Обсуждены дальнейшие шаги в контексте разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций, работы по делимитации, демаркации армяно-азербайджанской границы, а также проработки параметров мирного договора между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Азербайджан реализует инфраструктурные проекты на освобожденных от оккупации территориях. Продолжается строительство железнодорожной линии городи Захбент. Протяженность железной дороги, фундамент которой глава государства заложил в феврале прошлого года, составляет 110 километров. На всем протяжении железнодорожной линии спроектированной и строящейся закрытым акционерным обществом азербайджанские железные дороги расположены станции Горадис, Мерджанлы, Махмудлу, Султанлы, Гумлак, Хекари, Миндживан, Бартас и Ахбент. Строительные работы ведутся параллельно с процессом разминирования и по сегодняшний день от Мин очищена 105 километров территорий. Уже завершена работа на участке 55 километров. Железную дорогу планируется сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры в нашей стране. Подходит к концу и капитальный ремонт автомобильной дороги Огус-Шеки. В настоящее время работы ведутся на участке дороги, проходящей через Шеки. Обновления этой дороги были способствовать и развитию туризма в регионе. Строительные работы проводятся на подъездной дороге к Шеки. Эта дорога протяженностью 3,2 километра строится в соответствии с третьей технической категорией. Кроме того, в рамках реконструкции автомобильной трассы Огус-Шеки также ремонтируется 9-ти километровый участок Шекинской окружной дороги. Участок этой дороги в 3,1 километра с двумя полосами движения строится в соответствии со второй технической категорией, а 6-ти километровый четырехполосный участок в соответствии с первой технической категорией. Общая протяженность реконструированного основного участка автомобильной дороги Огус-Шеки составляет 34,6 километра. Она соединяет свыше 10 населенных пунктов двух районов. В ходе реконструкции снято старое покрытие дороги, в некоторых местах убран непригодный грунт, доложено новое дорожное полотно и основа. Кроме того, в необходимых местах проложены новые водоотводы, водопроводные линии, обновляются мосты. Автодорога Огус-Шеки представляет большое значение и с точки зрения обеспечения комфортного передвижения местных жителей и для развития туризма в этом регионе. В Украине идет 195-й день войны. Обстрелы вновь подверглись населенные пункты, особенно Харьков. Был обстрелян и город, где расположена Запорожская атомная ректостанция. В городе Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, произошел мощный взрыв. Мэр города Дмитрий Орлов заявил, что в результате взрыва были отключены свет и водоснабжение. Он не предоставил никакой дополнительной информации. В результате ракетного удара по городу Кривой Рубль зафиксирован сильный пожар на нефтяном складе. Руководитель администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что на месте происшествия работают пожарные. Уточняются масштабы разрушений и информация пострадавших. А в результате обстрела Харькова разрушился многоквартирный жилой дом. Об этом говорится в заявлении Харьковской областной военной администрации. Точных данных о пострадавших нет. А чуть позже был нанесен удар по административному ставлю. Подробности не разглашаются. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ракетному удару подверглись также гражданские объекты в Бахмуте и Константиновке. Отмечается, что в настоящее время основные усилия российских войск направлены на полный контроль над Донецкой областью. Удержание позиций в Херсоне, Харькове, Запорожье и Николаеве. По информации оперативного командования Юг Украинской армии, по позициям российских войск было нанесено 18 авиаударов. Отмечается, что в Николаевской области был сбит российский военный вертолет. Украинские силы уничтожили четыре оружейных склада на территории Береславского, Херсунского и Баштанского районов. Тарда, Басова, Нюльфоросландзата, Новости АСТВ. После освобождения от 30-летней оккупации, наши земли сегодня воссоединяются со своими истинными хозяевами. С каждым нашим приездом эти территории, на которых возрождается жизнь, становятся еще краше. Свой прежний облик возвращает и Шуша, наша культурная столица, жемчужина Карабаха. Очередная поездка нашей съемочной группы знакомит нас с еще одним жителем Шуши, его последним и первым парикмахером Устанаром. В этом древнем крае с его целительной природой стремительно идут строительные и созидательные работы. В Шуша действуют отели, магазины и разные сферы обслуживания. Как говорится, в нашей культурной столице жизнь идет своим чередом. Устанар на сегодня единственный парикмахер в Шуша. Также вносит свой собственный вклад в жизнь города. Все это дары здешней природы. Здесь много трав. Это ромашка, цветы шиповника, мята, чабрец и другие травы. Я их собрал, развесил, чтобы показать всем приходящим. В Шуша много всяких трав и все они лекарственные растения. Да, все благословенно в Шуша, земном раю. Но все же самое ценное здесь сами шушинцы. Анар Мурадов сегодня единственный парикмахер в городе. Ему было всего 16 лет, когда враги оккупировали Шушу. По возрасту он был самым последним цирюльником города. Сегодня же в Шуша он первый и пока единственный парикмахер. Пусть Аллах никого не лишает Родины. Сегодня благодаря президенту Ильхаму Алиеву мы вернулись в родной город. Идут большие созидательные работы, по завершении которых все шушинцы вернутся домой. Будем жить по-прежнему в Шуше. Наша жизнь станет еще лучше, еще стремительнее будем развиваться. Я не могу передать свои чувства. Даже не мог представить, что приеду в Шушу и постригусь, погуляю по городу. Здесь прекрасно, сердце радуется. Да упокоит Аллах души наших шахидов, дарует здоровье Газии. Как признается Устаанар, иногда ему не верится, что работает в Шуше, будто это сон. Он счастлив, что все происходит наяву. Шуша, Карабах, свободны и возрождаются на его глазах. И особо его радует, что в этом есть и доля его труда. Работать в Шуше – это жизнь, это весь мир. Ты на родной земле. Она очень красива, величава. Среди моих клиентов и местных жителей и работающих здесь. Хвала Аллаху, я дома. Моя семья живет в Баку. Сейчас здесь будут созидательные работы, по качаме которых перевезу семью. Я не жил, существовал 30 лет. А сейчас, словно заново родился. Последний первый парикмахер Шуши Устаанар постриг и наших коллег, которые едины с ним в одном. Шуша – сердце Карабаха. Ильнур Тофик, Кямаль Азисказы, Новости АСТВ. Управление государственного заповедника города Шуша поделилось новыми фотографиями города, окутанного туманом. Представляем вашему вниманию данные кадры. Сильный ветер, начавшийся со вчерашнего дня, нанес определенный ущерб столице. На улицах Мурада Мирзоева и Аббаса Мирзы Шерезаде ветер повалил высохшие деревья, которые перекрыли проезжую часть. Привлеченные на территорию сотрудники объединения по озеленению города Баку расчистили дорогу и движение было восстановлено. Ветер повалил одно дерево и на улице Джафара Джаппарлы. Последствия были устранены. Между тем, по сообщениям синоптиков, в Баку и на Пшонском полуострове сегодня дует временами усиливающийся северо-западный ветер. Завтра в столице и некоторых частях полуострова ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся. Северо-западный ветер временами усилится. В регионах республики сегодня и завтра местами вероятны грозы и дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются интенсивные осадки, ливни и град. С диспрогнозируемыми осадками возможно повышение уровня вод в реках. На некоторых горных реках не исключены кратковременные серии и наводнения. С полудня 8 сентября ожидается постепенное прекращение осадков. Полностью потушены лесные пожары в северо-западном регионе страны. По предварительным подсчетам в результате пожаров сгорели лесные угодья на 35 гектаров в направлении села Юхары-Тала Загатальского района, на 30 гектаров в направлении села Токянлы Габалинского района, на 12 гектаров в направлении села Башташагы, на 210 гектаров в направлении сел Мухас и Джалут Огустского района. Более густые лесные массивы были защищены от огня. Следует отметить, что в мероприятиях по борьбе с пожарами были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны, войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра и три вертолета авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Местного центра лесного хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. С сегодняшнего дня и до 1 октября вход на станции метро Фиолетовой линии закрытого акционерного общества Бакинский метрополитен будет закрываться в 23.30. По информации структуры, это связано с началом работ по организации движения поездов на участке Ходжасан-автовокзал. Так, движение поездов на станциях автовокзал Мемараджами и 8 ноября будет закрываться раньше. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Анисимова, афера Азербайджанского телевидения продолжит выпуск передачи Чукша Довру. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова